Грудью на защиту. Именно так звучит тема нашего сегодняшнего эфира. Задаем вопрос нашим телезрителям, в каких ситуациях, в каких моментах вы готовы стать грудью на защиту. На защиту кого, чего и как. Но не всегда простому человеку по силам защитить своих любимых, свою семью. Да даже пойдем шире, свою компанию, свой бизнес. Поэтому мы зачастую обращаемся за услугами всевозможных агентств, всевозможные компании, всевозможные конторы. Друзья, об одном из агентств мы поговорим прямо сейчас вместе с нашей гостью. Давайте знакомиться. Юлия Тресиненко, юрист юридического агентства Юрайт. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. Юлия, расскажите об основных направлениях вашей деятельности. Вы обслуживаете только юридические? Ну не только, как мы знаем, и физических, и юридических лиц. То есть мы оказываем юридическую помощь как физическим лицам, так и компаниям. То есть у нас в этом плане нет никаких ограничений. Какие основные направления? То есть спектр услуг, проще говоря, да. Ну достаточно широкий. То есть если это касается физических лиц, то это почти все виды гражданских дел, административные дела. Дела из административного судопроизводства. То есть обжалование действий должностных лиц, обжалование нормативных и ненормативных актов, представительство интересов физических лиц, в том числе при заключении сделок. Если есть такая необходимость, бывает такое, что человек вынужден уехать, сделку необходимо завершить, оставлять доверенность. Мы делаем все его интересы. Необходимо доверенное лицо, назовем так. Конечно. То есть человек, которому можно доверять, который, скажем так, правомерно проведет эту сделку. Проведет сделку, не обманет ни с деньгами, ни с чем, сделает все в соответствии с вашими пожеланиями. Мы такую услугу предоставляем. Замечательно. То есть обращается вы даже, любое мелкое дело беретесь все равно? Это все равно для вас дело? Да, конечно. Не говорите, что нам не интересна вот эта мелочь ваша, мы занимаемся ого-го какими. Это помощь, понимаешь? Нет, у нас нет такой градации, то есть мелочь, не мелочь, это не имеет никакого значения. То есть человек нуждается в помощи, он к нам обращается за помощью. Вопрос в том, насколько велик объем помощи ему нужен. Кому-то достаточно устной консультации, кому-то достаточно составить жалобу или письмо. И человек дальше пойдет уже с этим документом, уже сможет чего-то добиться. А с кем-то приходится от самого начала двигаться до вынесения решения суда, возможно и дальше до обжалования в более высшестоящих инстанциях и так далее. Это все индивидуально, конечно. Конечно. То есть рассматривание тех или иных дел. Объем услуг зависит от того, что необходимо сделать. А требуют, приходят, хочу, чтобы вот так было. Да, бывает. Бывает, приходится спорить с клиентами, потому что настаивают на том, что вот мы читали в интернете, мы слышали по телевизору, а вот у моей подруги было вот так. Дело в том, что каждая ситуация индивидуальная, иногда хватает какого-то крохотного нюанса для того, чтобы в итоге в суде решение было прямо противоположно. К сожалению, частенько люди об этом не задумываются, а иногда просто откровенно пытаются умолчать, скрыть какую-то информацию, что в итоге может привести к негативным последствиям. Ну и обернется уже против, и не боже, возможно. Да, да. Когда в суд приходим, и противная сторона вытаскивает ту самую информацию, которую... Козырного туза этого? Да, наш доверитель пытался скрыть, считая, что это нигде не всплывет, и никто об этом не узнает. Это крайне неприятно, особенно когда к этому не готов. Ну, то есть не зря мы, когда смотрим фильмы, да, извините за сравнение, да, в большей степени, конечно, американские фильмы, если адвокаты говорят, главное, ничего от меня не скрывайте. Адвокату своему нельзя врать. Да, главное, от меня ничего не скрывайте, скажите, а я буду знать, что уже делать, что потом... Конечно. Когда юрист и адвокат готов к тому, что могут появиться какие-то документы, которые полностью рушат всю построенную защиту, он знает, что нужно сделать, как это обойти, либо подготовить другие документы, найти другие доказательства. Когда он к этому не готов, и в середине процесса... Сюрприз. Сюрприз. Приходится как-то выкручиваться, но это неприятно, это сокращает время. Это и сложно. Это в итоге, скажем так, может испортить все, потому что далеко не всегда судьи дают время для дополнительной подготовки. Иногда этого времени просто нет. К примеру, это последний день срока, последнее судебное заседание. Судья ни за что в жизни не продлится. Придется уже ориентироваться на месте, а это... Ну это тоже, да. Сто процентов успеха. Не всегда. Юрист неходящий в энциклопедии, чтобы сразу выдать информацию на гора. Или защиту построить за 2 минуты быстрее. Оп, новую. Это только в кино так бывает. Да, монтаж. Что касается юридических лиц, какого спектра услуг оказываете? Юридическим лицам, то есть самые, скажем так, простые это сопровождение деятельности, проверка договоров, составление форм договоров, проверка подписания актов выполненных работ, претензионная работа, рабовое представительство в арбитраже, а также сопровождение банкротства. Сейчас ведем 3 компании на стадии банкротства. То есть тут тоже самый разный спектр в зависимости от потребности клиента. Если есть какая-то услуга, которую мы не можем в силу каких-то обстоятельств оказать, допустим, нет достаточных знаний. Мне не стыдно в этом признаться, потому что отрасли права огромное количество, и знать все просто невозможно. Я знаю, куда можно человека перенаправить, к какому специалисту. Это хорошо. То, что действительно не просто так захлопываете дверь, ой, до свидания, мы этим занимаемся. Нет, я готова дать рекомендацию, к кому обратиться, к адвокатам, если это касается уголовных дел, к примеру, или к каким-то юристам, к моим коллегам, кто работает по определенной категории дел. Я знаю, что они с ними справляются, и туда есть смысл человека отправить. Вот так же зарекомендовавшие себя уже люди. Конечно, я с удовольствием перенаправлю к соответствующему специалисту, и в этом нет ничего страшного, ничего позорного. Это молодцы, это хорошо, правильно, так и надо делать, а не просто... Я считаю, что в этом суть сотрудничества, собственно говоря, и... Суть слова даже сотрудничества. Да. Да, говоря о защите граждан, хочется все-таки знать все, в нашем городе в частности, с какими вопросами чаще всего обращаются, с какого вида споры возникают. Самые распространенные. Или и напротив, допустим, тоже хотелось бы узнать самые редкие, допустим. Сосед мне пакостит постоянно, он постоянно собаку ловит, давайте его засудим. Нет, кстати, вот это вот достаточно редко бывает. А, да? Ну что? Крайне редко бывают вопросы с оскорблениями, с унижением там... Чести и достоинства. Чести и достоинства со стороны каких-то недругов, конкурентов или, скажем так... Недоброжелательных лиц. Недоброжелателей. Это между собой, наверное, получается. Чаще всего девушки между собой конфликтуют, как это ни странно. Я замечал за ней постоянно. Я вроде сижу, а она иногда не сняет покоситься на меня. В итоге это заканчивается такими курьезными случаями, но удается все это без судов разобрать. Буквально вот вчера, если я не ошибаюсь, то есть на улице, где-то, ну, в нашем городе подрались не совсем адекватные трезвые девушки. А, две леди на дороге. Две леди и падение на асфальт, разбитая голова, бессознательное состояние, все, и вот она. Но это уже уголовное дело, это уже не оскорбление чести и достоинства. Тут уже наврочь. Так какие самые частые случаи? Самые частые, ну, на самом деле, по-моему, это по всей стране самые частые дела, это семейные. Именно раздел совместно нажитого имущества, потому что, когда все-таки люди у нас женятся, они не рассчитывают на то, что они через какое-то время будут разводить. Они рассчитываются потом. Они планируют жить долго и счастливо. Да, всю жизнь. Поэтому никаких подстраховок у большинства нету, то есть ни брачных договоров, ни при сделках не фиксируется, кто использовал добрачное имущество на приобретение. Уже в браке другого имущества, и это вызывает основные сложности при расхождении людей в разные стороны. Ну да, когда живешь хорошо, а тебя ничего не волнует. А когда начинает цеплять имущество, все. Да, и тут начинается. Один говорит, давай поделим по справедливости, а другой говорит, давай поделим по закону. Как оно выйдет, неизвестно. Да, как выйдет, неизвестно. И в суде неизвестно, как выйдет. Потому что достаточно тяжело доказывать, что, допустим, супруг или супруга продали добрачную квартиру, использовали эти деньги спустя полгода на приобретение другой квартиры, большей площади уже в этой семье. Это сложно. Вот если бы в договоре была прописана коротенькая фраза о том, что при приобретении вот этой квартиры были использованы средства в таком-то размере, которые являются добрачным имуществом супруга супруги. Все. Суду этого было бы более чем достаточно, но этого нет. Всего самого необходимого как-то туда не хватает. Конечно. Поэтому споры возникают. Кроме того, достаточно много споров по земле и по недвижимости. То есть это касается документов, недостающих, установления каких-то юридических фактов или устранения кадастровых ошибок. То есть бывает такое, что наложение границ внезапно появляется, выявляется. Или бывает, был такой у меня случай, что один и тот же участок прям в одних и тех же границах был зарегистрирован дважды. И один человек был собственником, а второму человеку администрация предоставила его в аренду. И вот мы в суде доказывали, что это один и тот же участок, и все-таки он должен принадлежать собственнику, а с арендатором необходимо расторгнуть договор. То есть бывают такие ситуации. Даже нелепые какие-то, да, порой? Да, бывает, что в результате какой-то ошибки при составлении кадастрового плана или схемы земельного участка, земельный участок у нас оказывался перевернутый в зеркальном отражении. То есть все, казалось бы, правильно, если его перевернуть... Поставить на место. Да, поставить на место и немножечко изменить координаты. То есть конфигурация та самая, но расположение на карте в зеркальном отражении. Корявенько. В то же время все меняется ведь кардинально, казалось бы, да? Ну, в общем, да, это же и споры с соседями, это заборы, водоотводы, все что угодно. Да, столько, то есть не было бы, счастье да не счастье помогло. Да, ну что касается вот доверия-недоверия граждан, да, все-таки все думают, ох, этих контор, этих агентов, куда мы пойдем, не пойдем мы туда, мы сами сейчас все сделаем, там они ничего не знают, ничего не знают. С неким недоверием, в кавычках, да, относятся, ну я так, может быть, считаю, может быть, я говорю, опромечиваю громкие слова. Как успокоить граждан, как их направить к себе, чтобы они пришли и не потеряли, скажем так, свою половину бюджета? Ну, на самом деле, тут сложно сказать. Мы можем сколько угодно бить себя в груди и доказывать, что мы одни из лучших, мы готовы вам помогать, мы согласны с вами работать. Но на самом деле тут вопрос в том, что люди все равно в итоге идут, хоть у нас город вроде бы не сильно маленький, полмиллиона населения, идут по рекомендациям, по рекомендациям своих друзей, знакомых. Так называемое сарафанное радио продолжает работать усердно. Всегда. И всегда. Это лучшая реклама. То есть наши довольные клиенты приводят за собой еще клиентов, возвращаются сами с любыми вопросами. Частенько просто банальный звонок, пятиминутный, коротенькая консультация, люди довольны. И слава богу. Консультация бесплатная? Консультации, большинство консультаций бесплатные. Есть консультации сложные, которые требуют времени и разбирательность. Эти уже консультации бесплатные. Первичная, коротенькая. Частенько приходят без документов, без ничего. А расскажите нам всю правду. Да, и приходится говорить, что причины могут быть любые, а последствия самые разные. Надо смотреть, надо разбираться, надо садить и все раскладывать по полочкам. Понятно. Ну что ж, еще один вопрос, который интересует опять-таки многих в нашем многомиллиардном зарабатывающем городе. Всех интересует вопрос, это же дорого обращаться к юристам, у нас никогда денег не хватит, а там они будут еще и еще просить и так далее, и так далее, и растянется это все надолго, и мы останемся без ничего вообще. Так ли это, это правда или это миф? Развейте, пожалуйста. На самом деле цена услуг зависит от объема, то есть от того, что приходится делать. Но она оговаривается заранее цена? Конечно. Ну, скажем так, приблизительная цена заранее. Конечно. То есть, когда уже заключаем соглашение о сотрудничестве, уже определен объем работы, хотя бы вот начальный объем, то, что необходимо сделать, оговорено, что именно требуется сделать с нашей стороны, мы определяем цену сотрудничества. Иногда цена возрастает, но это уже не всегда зависит от нас, потому что возникают дополнительные расходы, например, на проведение экспертиз, на какие-то платные запросы, те же выписки из Росреестра. Но адекватные расходы, которые действительно необходимы, они выдуманы из воздуха взятых. Конечно, конечно. Это не то, что вот мы подумали и решили, что это будет стоить дороже. Нет. Иногда бывает такое, что понимаешь, что эта работа должна стоить дороже. Но я уже договорилась на определенную сумму. Мы уже подписали соглашение, мы уже получили аванс, мы будем держаться этого соглашения. Если человек сочтет нужным по итогам оплатить премию, мы всегда за, и мы будем благодарны. Потому что нужно осознавать, что частенько по нашим делам мы защищаем интересы людей, допустим, в области недвижимости или при взыскании долгов. То есть человек, получая себе в собственности или возвращая имущество стоимостью несколько миллионов, вряд ли может рассчитывать на то, что ему услуги обойдутся в полторы-две тысячи. Это нелогично как минимум. Конечно, да. Ну да, было бы хорошо. У меня там 8 домов, 4 дачи и 5 квартир. Давайте я вам 50 тысяч даю и все сделаю. Конечно, все естественно легко. Да нет, есть сказки, конечно, но надо адекватно относиться к нашей жизни, к современности и понимать, что если ты хочешь вернуть больше, надо и как бы немножечко вложить. Надо потратить несколько больше. Одно дело это составить исковое заявление для матери-одиночки, которой нужно добиться каких-то субсидий, и ей в этом отказывают. Оно, естественно, будет стоить копейки. Другое дело добиться возвращения в собственность. Особняка или производственного комплекса. То есть у меня были дела, где я восстанавливала право собственности на производственные базы. Соответственно, цена вопроса совершенно разная. Да, надо... Вам тоже, дорогие друзья, уважаемые, то есть те, кто будут обращаться, да, клиенты, тоже думать головой, соображать. Да, вообще стоит сказать, друзья, не стоит бояться. Защищать себя, защищать своих родных и близких. Ну, конечно же, при помощи грамотных профессионалов, юристов. Ведь нужно добиваться, нужно бороться за свои права. Ведь в наше время без этого никак. Конечно. Спасение утопающего, дело рук самого утопающего. А мы готовы помочь. Да, это очень хорошо. Ни в коем случае, то есть не отпускайте ситуацию, да. То есть любая копейка, ну я образно говорю, то есть любая тысяча, любые десять тысяч, есть возможность это все вернуть. В общем, борьба на справедливость должна быть. Да, должна быть. И не надо вот это, у нас в России так всегда, ой, начнется сейчас все, ой, мне никогда будет ездить туда все. Есть люди, есть юристы, которые, если вам некогда, они займутся вашими проблемами, вашими делами, все легко и просто разрешится. Напоминаю, что у нас в гостях, друзья, была Юлия Тросиненко, юрист юридического агентства Юрайт. Обращайтесь, вот у нас продуктивная беседа прошла, сейчас интересно, интересно все произошло. Спасибо огромное, Юлия. Спасибо большое, Юля. Спасибо. Дам, приходите еще в гости. Зовите. Да, и мы тоже придем, ладно. Будем ждать. Обязательно. С вами ни в коем случае не прощаемся, уважаемые телезрители. На очереди одна из наших постоянных рубрик «Грамотность в массы». Давайте немного поумничаем. Спасибо.